Сегодня я буду рассказывать про этот автомобиль со слезами ностальгии на глазах. В Hyundai Creta первая за этот год, сколько я здесь работаю, но у меня есть интересная история. Но сначала история конкретно про этот автомобиль. Покупался в 2019 году новым в автосалоне в Минске. Все это время, естественно, было у одного хозяина, обслуживался у официального дилера, холился, лелеялся, берегся. И если вы придете, посмотрите на него, то будет ощущение, словно вы реально пришли сейчас в салон и берете новый автомобиль. Это что конкретно по нему? Состояние идеальное, куда не посмотришь. Теперь непосредственно по Creta. Если вы следите за нашим творчеством, за развитием канала, то знали, что я частенько говорил, что Creta у меня была. В 2017 году я купил себе точно такую же Creta, тоже на переднем приводе, но белую. И поехал на ней в Крым. Отъездил в Крыму примерно 30 или 40 тысяч километров за полтора или за два года по Крыму, ребят. В горах, в жаре, в лютом бездорожье, где мы только не были, по руинам ездили. И продал я ее, потому что нужны были деньги на недвижимость. Машина мне безумно понравилась. Она не подвела ни разу, никаких вот за эти 40 тысяч километров у нее не случилось проблем. Здесь родной подтвержденный пробег 56 тысяч. Машина еще 1200 будет ездить и никому не любить мозги. А любить мозги просто потому, что нечему. Смотри. Во-первых, у нас здесь простейшая хундаевская подвеска, но при этом она настроена так, что мы сейчас проехали по лесу. Не каждый рамный внедорожник давал такое ощущение мягкости поездки, как это сделала она. Хотя она не претендует вообще ни на какие внедорожные качества. Это просто паркетник с высоким клиренсом. Кстати, клиренс на самом деле высокий. Второе. Они шли в двух моторах 1.6 и 2.0. У меня был 1.6. Ну, честно говоря, его временами не хватало на трассе после 140. Здесь двоечка, она порезвее, я это почувствовал. Мне она понравилась больше, чем 1.6. Здесь уже можно даже где-то и пошалить. Автомобиль сочетал в себе изначально, когда его проектировали, некую такую гармонию между ценой и вот теми запросами, которые в тот момент были в 16-17 году. Это был пик как раз-таки хайп, можно сказать, таких вот компактных паркетников. Аля Ниссан, Кашка и Хундаю нечего было ответить в этом стане. У них там сразу там Санта-Фе, Туксон и так далее. И вот они сделали эту Крету именно в более дешевом сегменте. Это, в принципе, тот же Хундай Солярис по качеству своей, по надежности. Но при этом это уже расширенный кузов и паркетник. Так что вы получаете, по сути, надежность Соляриса, но при этом в большем обвесе, в серьезной автомобиле и с высоким клиренсом. Это классно. Но посмотрим дальше внутри. Багажника Креты мне хватало всегда. Перевозил я и вещи. Говорю, Крым вон проехал. Все вещи туда одним рейсом завез, которые у меня были. То есть багажник без вопросов. Обратите внимание, здесь хорошее еще состояние. Поцарапанного ничего особо нет. Так немножко промыть и хорошо будет. По месту в салоне тоже. Кого только не катал, с кем только не ездил. Мне всегда все нравилось. Сзади места достаточно. При этом спереди комфортно туда и отправляемся. Так как Крета проектировался изначально для сегмента такого более бюджетного, соответственно, материалы здесь не премиальные, мягкого тут ничего нет. Но, как и в Солярисе, ребят, здесь все очень добротно. Вот этот пластик, это не американский пластик, что барабашка. Нет, он хороший, качественный. Плюс здесь такая проставочка идет. Она вроде пластиковая, но сделана как будто бы под что-то премиальное. Неплохая музыка в автомобиле. Автомат. У меня тоже был автомат. Честно, вообще никаких нареканий с возможностью Типтроника. Он просто едет, едет, едет и не слышишь никаких переключений. Он будет ездить еще... Главное масло на 100 тысяч поменять и все будет хорошо. Здесь уже заявки на мультируль. Какие-то бортовые компьютеры тоже системы есть. Подлокотник тоже вот. 2000 километров на крыте я ездил спокойно. Я не уставал, это честно. Подогревы сидений, подогревы руля, помощь спуска с горы. Можно заблокировать переключения. В Крыму мне это тоже помогало. Блин, ну офигенно классный автомобиль. Я просто такую волну ностальгии до слез серьезно словил. Вспомнил все эти прекрасные времена Крыму, свою белую Крету. Хотел бы я взять бы его снова? Да, хотел. Один из тех автомобилей, которые я буду провожать. Вот так, не знаю, белым платочком Махая. Или каким там голубым платочком, как в песне. Потому что, блин, ну это память. Это эмоции. Это любовь. Это путешествие, ребята. Классно. Кунда Крета, автохаус, грант.